Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. 300 спартанцев. События картины повествуют о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до нашей эры, в которой 300 отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь на тысячной армии персидского царя Ксеркса. Несмотря на численный перевес персов, спартанцы продолжали упорную оборону, проявив мужество и отвагу, их бесстрашие и героизм вдохновили всю Грецию на объединение против неповедимого врага, переломив тем самым ход греко-персидских войн. Король Артур. 2004 года. Фильм о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себе, как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия, сразу после распада Великой Римской империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура. 300 спартанцев. Рассвет империи. После победы над царем Леонидом, персидская армия, во главе с Ксерксом, движется на юг. На ее пути оказывается флот Афин под руководством адмирала Фимистокла. Силы противникам не равны, и Фимистокл вынужден вступить в союз с заклятым врагом Афинского государства Спартой. Только объединившись у враждующих полисов государств, есть шанс что-то противопоставить могущественному Ксерксу. Продолжение следует... Царство Небесное. 2005 года. Юный оружейник Беллиан вынужден бежать со своей родины. Он присоединяется к отряду крестоносцев, которыми руководит его отец. Но в одной из битв отец получает тяжелую рану, и перед смертью присваивает своему сыну сан рыцаря. И тот клянется в верности королю Иерусалима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пираты Карибского моря на странных берегах В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной своего прошлого, Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости. Она силой принуждает капитана Джека Воробья зайти на корабль месть королева Анны, которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше, ужасного злодея или же свою давнюю подругу. Тор 2011 года Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в Королевстве Богов Асгарде. В центре истории могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тор отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...